Бит в стиле Brazilian Funk? Сейчас покажу. Сегодня на повестке дня у нас Brazilian Funk. Это новый жанр, про который я уже рассказывал в своем шортике. Он потихонечку, полигонечку пробирается в нашу индустрию. На него уже залетели Буша Дужо, Хироин Лотери. Я уверен, еще многие исполнители только готовят свои трючки. И ты, как битмейкер, прямо сейчас можешь занять нишу, уже научиться с помощью моего видоса делать крутые Brazilian Funk видосы и взрывать индустрию. Купить биточки, монтаж, введение аккаунтов ты можешь в моем паблике ВК, Инстаграм, Телеграм и Твич-канал с Дискордом тоже внизу. Подписывайся, залетай к нам, с нами весело. Не будем медлить, let's go! Начнем с мелодии. На этот биток я взял луп, мне его любезно предоставил Эдди Брэнд. Он залетел в Дискордик, чтобы рассказать о написании этого лупа, о том, в чем секрет написания Brazil Funk мелодии. Давайте послушаем его. Салют, Эдди, в чем секрет написания Brazil Funk мелодии? Поведай нам, пожалуйста. Здорово. Слушай, написание мелодия очень легкое. И для того, чтобы написать Brazil Funk, нам нужно 130-135 BPM, взять какие-то слэмплы из фонка и ритмичная мелодия. А про фонк можно поподробнее читать? Что за сэмплы? Какие именно? Бас фонковый, либо просто ковбел? Он пишется как бы не только с ковбелами, но можно и сочетать с разными Brazilian bells'ами, но я предпочитаю ковбелы из фонка. То есть по настроению подбираю. Ну и плюс воксики, да, которые были в нашем бите? Да, и воксики. Окей, расскажите ли про нашу мелодию, как ты ее написал, откуда ты взял этот вокс? Я думаю, всем интересно. Всем же интересно? Начну с мелодии. Я прописал вот такую вот мелодию. Сейчас покажу вам на примере. Дальше прописал, точнее не прописал, а записал воксы, которые бьют каждый так. Получается, здесь мой первый вокс и второй вокс. Для того, чтобы разнообразить как биток. Не пичил ничего, просто мой обычный голос. Для того, чтобы сделать вид, что есть какая-то японская девочка. Да, кстати, когда мне Эдди скинул вокс, я подумал, он его пичил, там форманты повысил или что-то такое. Я у него спрашиваю, типа, ты что там, что-то делал? Он говорит, нет, это мой голос. Я реально удивился тогда. Еще обработка на сэмпле. Я добавил кикстарта, вот, немного реверба и все. И все так просто? Вот здесь, например. Такая пушечная мелодия так просто? Ну, да. Но самое главное вообще в бразилииан фанке, чтобы мелодия была такая. А, не в поп-ад что-то такое? Сейчас. Да, да, да. Не в ритм. Блядь, забыл, тоже забыл. Не, не, она в ритм. Ну, я понял, я понял. Более... Короче, она бьет не каждый так. Не каждый так, да. Да, но по остальному вроде бы все, если я не ошибаюсь. Что-то вроде бы сложного нет. Эдди прав, вообще ничего сложного. Этот биток вы сможете приобрести у него на канале. Ссылочка где? Естественно, в описании. Спасибо, Эдди. А.К. Максон. Было очень радо тебя услышать. Мы погнали дальше. Да, спасибо всем. Окей, после того, как мы разобрались с нашей мелодией, спасибо, Эдди. Мы переходим к драм-партии. Это, можно сказать, визитная карточка этого жанра. На самом деле, тут реально ничего сложного. Я думал, а как это сделать? А потом посмотрел, оп-оп, перебил биточек, научился. И это легко. Я вам сейчас покажу. Давайте заценим драмочку без мелодии. Я думаю, вы заметили, что тут какие-то необычные снейры. Давайте я вам покажу, как их прописывать. В этом биточке я поэкспериментировал, накидал побольше снейров, дабы добавить вайба. Но на самом деле, это не обязательно может сделать намного легче. Забудьте начисто про вот эти вот треф-драмки и все такое. Тут у нас танцевальный жанр. Смотрите, у нас есть один такт. И мы ставим первый снейр сюда, а второй вот сюда. Выделяем с помощью контрола левой кнопкой мыши. Двигаем на два квадратика влево. Зажимаем shift, нажимаем левую кнопочку мыши и копируем. И переносим на три квадратика вправо. Сделайте точно так же, у вас получится уже бразильный факт мотивы. Вообще ничего сложного. Давайте послушаем. Ну, если вы хотите добавить прям конкретную изюминку вашему биту, то поэкспериментируйте, порасставляйте еще каких-нибудь снейров. Например, можно еще поставить вот сюда вот и сделать его потише. Теперь скопировать предыдущие. И получится уже круто. Но если вы все равно ни черта не поняли, то у меня для вас есть еще один способ. Мы просто заходим в Brazilian Funk Drum Kit, который уже есть в моем телеграм-канале. Просто заходи, качай, он очень крутой, там очень много звучков к этому жанру. Заходим в папочку Drum Loops. Выбираем любой луп, например, первый. Естественно, подгоняем его под BPM. И просто попробуйте перебить луп. Лично я именно так и научился писать всю драмку от Brazilian Funk. 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 Pop. Окей, когда вы прописали снейра, я считаю, что это одно из самых важных, то я советую приступить к прописанию кика. Кики. Первое, что я вам советую, это берите изначально хороший сэмпл кика, какой-то жесткий, чтобы он прям долбил, чтобы хотелось от него качаться, раскачивать эти танцполы, залы. И мы ж... Давайте послушаем, как я прописал кик. На самом деле, прописывайте кик как захотите. Главное, не вспоминайте про трэп-драмочку, да, просто забудьте. Пропишите вот так, чтобы качало вас, качало вашу подругу, вашу коллегу по работе, вашу, возможно, маму, я не знаю. И я не советую ставить кик слишком часто, потому что, опять же, это уже получится что-то из разряда трэп-бит, let's go, рок-ит. Послушайте, как это уже звучит со снейра. Уже качает. Еще я написал хай-хетики, это можно делать, этого можно не делать. Я это сделал, чтобы добавить биту динамики. Дальше бас. Опять же, советую подобрать какой-нибудь хороший сэмпл, возможно, какой-то жесткий. Я изначально подобрал довольно-таки мягкий бас. Вот так он звучит без обработок. А так с обработками. Я на него повесил встроенный Fruity Wave Shaper. С вот такими параметрами, если надо, копируй. Ну и плюс, ай-чейн кик и басы. Я уже тысячу раз рассказывал, как делать ай-чейн. Я даже снял об этом шор, так что, если тебе интересно, посмотри и сделай ай-чейн. А, ну еще я на кик накинул Fruity Soft Clipper, потому что он бил дальше нуля и был слишком жесткий, поэтому я сделал это. В принципе, основа бита уже готова. Давайте послушаем с мелодией. Вот это уже можно качаться, но я решил пойти дальше и придать биту более танцевального вайбика. Я добавил вот такой снейр. Мне кажется, он еще сильнее сбивает ритм. Сами послушайте, он еще как будто бы разгоняет биток. Next-up я взял еще какой-то снейр из пака, который уже в моем телеграм-канале. И просто сделал Fillage to Steps. И вот как это звучит. Он мне напомнил что-то из токийского дрифта, поэтому я решил его сюда вставить. Next-up у нас идет еще один снейр, я его назвал Open Snare. Сэмпл этого снейра уже был в ревербе, поэтому он прикольно открывает биточек. Ну и напоследок я добавил изюминку этого бита, а именно женский голос. Ну, я думаю, сейчас сами все услышите. YouTube, пожалуйста, не ставь 18+. Ну и еще добавил выстрел. То есть с помощью всех этих дополнительных снейров, выстрелов, женских голосов, я добавил биту более танцевального вайба. И мне кажется, это круто. Ну а теперь еще один секретный совет для Бразилии UnFunk, да и в принципе для многих жанров, но тут этот совет реально подходит. Перед дропом постарайтесь сделать какую-то яму, чтобы слушатель указал, что на дропе максимальный жир, максимальное количество инструментов. Вот так это сделал я, а еще в эту яму я добавил, соответственно, женский голос. Мне кажется, это придало нереальный вайб. Давайте быстренько пройдемся по обработкам драмки. Как я уже и говорил, на кик я накинул фрути пик контроллер, это если что сайдчейн, пресетик у меня в Телеграме, и встроенный софт клипер. На хайкетик я накинул A1 стерео, чтобы расширить их по ушам, и фрути параметрик просто срезал частотки. На основном снейре у меня стоит фрути параметрик, вот с такими настроечками, если надо, копируйте. На снейре из токийского дрифта у меня стоит фрути параметры, которые обрезают частоты, и шейпер бокс, который делает панорамирование. На триллиардном снейре у меня просто обрезаны частоты. На fx выстрела то же самое. На еще одном снейре также срезал частотки. И на женский голос я просто добавил реверба. Также не бойтесь экспериментировать по автоматизациям, потому что это мега разнообразит ваш бит. Например, после первого хука у меня стоит луператор, вот с такими вот настроечками. Это, кстати, встроенный пресетик, вот он тут находится, вот вы все сами видите, можете его скопировать, нажать просто сюда, и он будет у вас. А звучит он вот так. Ну ладно, ладно, еще одна фишечка. Мне показалось, что в бразильный фанк очень круто вписывается в джерси клаб. Я прописал дефолтный джерси клабовский бас. И на мелодию накинул шейпер бокс вот с такими настроечками, дабы мелодия скакала по громкости вверх и вниз. А звучит все это примерно вот так. Ну вот, в принципе, все. Фулл-версия бита вы можете послушать на канале Уэйди. Приобрести, кстати, можете там же. Ссылочка в описании. С вами был 95-й Спинкс. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайкосик, естественно. Заказать бит-монтаж и ведение аккаунтов внизу по ссылочке в моем ВК. Все пресетики и паки из видео, как я уже в тысячу раз говорил, в моем ТГ. Ну и твич-дискор сервер тоже там. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Да, я все так же чутка чепушила, но вас всех люблю. До встречи. Пока.